Здравствуйте! Вы смотрите «Главное». Сегодня гость нашей программы, вице-спикер парламента Республики Молдова, Гелецкий Валерий. Господин Гелецкий, мы с вами... Здравствуйте! Очень-очень давно не виделись. Почти год, наверное, даже больше года. Если честно, за этот год столько вопросов накопилось. Ну, давайте попробуем разобрать их. Тогда, когда мы с вами в последний раз разговаривали, вы были независимым депутатом. Сейчас вы вице-спикер парламента, представляете группу Европейской Народной Партии. Были уже даже ее председателем фракции или председателем этой группы. Вот как так прошел у вас этот путь от независимого к Европейской Народной Партии? Ну, надо начать сначала. Я был депутатом во фракции либерал-демократической партии. Затем после кризиса, который мы пережили в конце 2015-го, в начале 2016-го года, к сожалению, не удалось тогда сохранить и фракцию, и, скажем так, и партию. В частности, фракцию, чтобы она осталась в парламентском большинстве. Я всегда заторатовал. Все мои коллеги об этом знают на всех заседаниях. Я всегда убеждал, что, несмотря на всю сложность ситуации, самое лучшее и зрелое политическое решение – остаться у власти, взять на себя ответственность, решать те проблемы, которые накопились, в том числе в результате этого банковского кризиса. Однако на заседании Бюро партии или Совета, скорее всего, Национального Совета с перевесом в три голоса решили уйти в оппозицию. И если бы это решение было правильным, то сегодня мы должны были увидеть, что и партия поддержана населением и так далее. Однако, я считаю, что, еще раз заглядываясь назад, то решение с политической точки зрения было неправильным. И тогда, когда часть депутатов из нашей фракции решила поддержать правительство Филиппа в начале 2016 года, мы с самого начала уже говорили о том, как бы сформировать группу. Однако, есть регламент парламента, не можешь раньше, чем через какое-то время это делать. И затем мы должны были сделать изменения в регламенте парламента. Это изменения мы утвердили, потом президент не промульгировал, пришлось еще раз голосовать. На это ушло время. То есть, были определенные шаги, которые требовали времени для того, чтобы мы сформировали нашу группу. И после того, как она была сформирована, я возглавил одно время группу народных депутатов в нашем парламенте. И сегодня уже, как вы сказали, являюсь и вице-спикером. — Господин Григорьевский, вот вы сказали, что с политической точки зрения это было неверное решение, которое приняло даваемое. А с моральной, учитывая то, что происходило с председателем партии? — Вы знаете, сам председатель партии, когда уходил, и когда мы расставались, мы все там были вместе собраны, он сказал такую фразу, что «Вы позаботьтесь о стране и о партии, а о себе я сам позабочусь». И мы прекрасно понимали, что есть определенные обвинения, возможно, некоторые не имеют основания. Господин Филат нуждался в моральной и в политической поддержке. В то же самое время, опять учитывая сложность той ситуации, ответственность, которую мы брали на себя, мы должны были оставаться у власти. Сам господин Филат, он просил, чтобы мы оставались у власти, чтобы мы не уходили в оппозицию. Он прекрасно понимал, что вот этот шаг приведет и к расколу партии, и, собственно, к исчезновению партии. В жизни не всегда удается принимать простые решения. Есть очень сложные ситуации. Потом, с моральной точки зрения, смотря что вы под этим имеете в виду, если я проголосовал, потому что так мне доверил электорат, чтобы страну сохранить на проевропейской, скажем так, проевропейский курс, чтобы мы сохранили, мы же прекрасно понимали, что если в январе 2016 года парламент был распущен, были созваны досрочные парламентские выборы, то несложно предугадать было, кто возглавит страну и какие политические силы возглавят нашу страну. Поэтому, исходя из той ситуации, которая сложилась, мне кажется, и морально было правильно оставаться. Надо признать, я всегда это признавал, это очень сложное было голосование для меня. Было бы гораздо лучше, если бы вся фракция осталась, потому что в процессе переговоров фракция либерал-демократической партии должна была возглавить парламент. Демпартии, они хотели, чтобы возглавили правительство. И при таком раскладе мы, по крайней мере, сохранили бы баланс политических сил. ЛДПМ имела бы правительство, как бы возглавляла правление парламента. ДПМ возглавляла правительство. И таким образом мы сохраняли бы тот баланс на основании результата выборов 30 ноября. Поэтому, с этой точки зрения, мне кажется, вот здесь была та ошибка. Но когда нам надо было решать, либо мы идем на досрочные парламентские выборы, либо сохраняем страну на ее пути евроинтеграции. Хотя решение было непростым, я выбрал второе. Вы сказали про результаты выборов 2014 года, но нынешний парламент настолько далек от результата выборов 2014 года, что они уже практически символичными остались. Здесь опять, смотря, с какой точки зрения подойти. Потому что они отличаются, когда мы смотрим, скорее всего, на фракцию ДПМ. Сколько у них было депутатов и сколько у них сейчас депутатов. Они отличаются, если смотреть на фракцию ЛДПМ. Сколько у них было депутатов, сколько сейчас депутатов. А если смотреть с точки зрения того политического мандата, который был дан этому большинству, он сохранился, потому что мы в целом, если смотреть, вот этот план действий по воплощению соглашения об ассоциации, он остался как бы краеугольным камнем и для правительства Филиппа. Поэтому мы об этом говорим. Я с этой точки зрения и схожу. Понимаете, как чисто то, что мы не смогли сохранить те фракции, которые были сформированы в результате выборов, вы правы. Но с точки зрения политического курса страны, этот политический курс был сохранен. Поэтому здесь я не вижу, я наоборот вижу продолжение того, что мы сделали на протяжении 2010-2014 год. И то, что сейчас происходит, то, что правительство Филиппа сейчас делает, это продолжение того, что начал господин Филат, продолжил господин Лянк и теперь продолжает господин Филипп. А что такое преевропейский курс? Начиная с 2010 года, у нас любая отговорка на любой вопрос заканчивается тем, что это наш преевропейский курс. Что такое наш преевропейский курс? Насколько я понимаю, это верховенство закона, это соблюдение прав граждан, это не дискриминация по любому из признаков, неважно, какой бы я сейчас ни назвала. Это в случае кризиса выборы и волеизъявления народа. Что из этого за последние 4 года мы сохранили? Не, ну, поймите правильно. Мы, то, что вы перечислили, мы сохранили в смысле, что мы не ушли от этих тезисов. И их всегда можно и нужно улучшать. То есть определенный прогресс. Когда мы говорим о верховенстве права, нам не надо далеко ходить, мы смотрим, что творится в Румынии. Я был две недели назад на комиссии по мониторингу, где была заслушана Польша, потому что в Польше тоже польские власти, они начали большую реформу юстиции. Венецианская комиссия не согласна с этой реформой, поэтому тоже идут дебаты. Мы говорим о том, что это верховенство права, это не что-то такое, скажем, вот, которое, оно достигнуто и все. Это всегда какой-то процесс и ты получаешь определенный прогресс, особенно для такой стороны, как Молдова, которая вышла из советского прошлого. Для меня проевропейский курс – это все-таки цель, куда мы направляемся. Потому что те, скажем так, провосточные силы, те, которые сопротивляются европейскому курсу, я так понимаю, что они больше исходят из той ностальгии по советскому прошлому. Я родился, вырос в Советском Союзе. Я прекрасно понимаю, или как бы помню еще, какова была жизнь в Советском Союзе. Я тогда мечтал о том, чтобы в нашей стране в какой-то день придет свобода, что я, даже будучи верующим человеком, смогу свободно выразить свои взгляды, я смогу отстаивать свои взгляды. То, чего нельзя было в Советском Союзе. В Советском Союзе, если ты не был комсомольцем или членом партии, ты не мог закончить университет, не мог иметь высшее образование. Не говоря о том, чтобы сделать какую-то карьеру в обществе. Все, это сегодня в прошлом. Мне не хочется в это прошлое возвращаться. Я так верю, что сам Бог или Божье провидение вывело нас на этот новый путь. Да, я не идеализирую, я прекрасно понимаю, что этот проевропейский курс, он не является нечто таким совершенным процессом и так далее. Но когда опять ты делаешь выбор, в какую сторону направить твою страну, что ты хочешь в этой стране добиться, то мне хочется, чтобы в нашей стране было верховенство права, чтобы основные свободы соблюдались, чтобы люди могли иметь возможности построить нормальную жизнь, чтобы в стране был лучший уровень жизни, чтобы благосостояние было гораздо лучше, чем оно было в прошлом и так далее. Все это вместе взятое, мы об этом говорим, понимаете, в чем дело. Даже когда вы говорите о европейском курсе, вы же не принимаете, точнее, не все вещи, которые приняты в Европе, и вы готовы принимать в Молдове. Согласен. А это не только моя позиция. Это же тоже выборочная. Нет, нет, это не выборочная. Это дело тоже, посмотри, все эти, вообще политические процессы и сама жизнь в целом, это борьба. Когда ты участвуешь в этой борьбе, это определенные решения. Ты что-то принимаешь, а что-то не принимаешь, потому что ты понимаешь, вот это не совсем хорошо. Но, и говоря не только о Молдове, я только что отметил Польшу, могу привести пример Венгрии, могу привести пример и других балтийских стран. Например, приведу такой пример, да, Стамбульская конвенция, конвенция по борьбе с насилием в семье. Хорошие конвенции, с одной стороны. С другой стороны, в этой конвенции есть элементы, с которыми нельзя согласиться. Например, что понятие gender, как это по-русски будет, пол, это дает общество. Общество может дать разное определение вот этому понятию. То есть есть вещи, с которыми все идеологические точки зрения, ты с ними не можешь согласиться. Недавно парламент Латвии заблокировал эту конвенцию. То есть в Евросоюзе есть консервативные силы, которые считают, что не все прогрессистское, которое сегодня нам как бы иногда навязывает, нам нужно принимать. И опять приводил пример Польши, то же самое. И есть и многие другие примеры, которые можно привести. В парламентской ассамблее Совета Европы, где я уже много лет являюсь членом, мы тоже ведем эту борьбу. И всегда в результате, скажем, дебатов, когда принимается какая-то резолюция, ты принимаешь определенные резолюции, исходя из тех ценностей, которые ты разделяешь. Исходя из того, что ты считаешь, это будет лучше для развития твоей страны, лучше для будущих поколений и так далее. Поэтому мы не говорим о том, что мы вот это выбираем, это не выбираем. Это опять этот процесс, постоянный процесс, когда ты принимаешь определенные решения, то ли на уровне Парламентской ассамблеи Совета Европы, то ли на уровне Европарламента и так далее. Всегда эти процессы будут еще дальше идти. Здесь ничего такого нет. Мне кажется, это естественный процесс. Как раз эти процессы мне нравятся, кстати. Потому что, например, возвращается опять то советское прошлое, то нам не давали возможность, чтобы мы говорили, чтобы мы обсуждали какие-то проблемы, чтобы мы принимали решения. А когда я участвую свободно в этих процессах, то я понимаю, что результат зависит во многом от того, насколько я смогу убедить. Если я вот, например, на этой июньской сессии, кстати, я представляю один очень важный доклад. Надеюсь, что будет все хорошо, хотя не могу скрывать, что есть определенные переживания. Была большая проблема вокруг одной из семи, семья Бакнарио из Румынии, у которых норвежские власти забрали пятеро детей. Причем один был трехлетний, трехлетний грудной ребенок, его тоже забрали. Что привело к большим протестам во многих странах. В конце концов, норвежские власти под этим давлением отдали детей, семья находятся в Румынии. Но мы начали доклад. Я являюсь докладчиком по этой проблеме в Парамской Ассамблее Совета Европы. Доклад был принят в комиссии, но я уже знаю, потому что норвежская сторона очень сопротивляется, и северная сторона сопротивляется. Очень такая чувствительная проблема. Проблема детей. Ювенальная эстетия. Как? Ювенальная эстетия. Да, и проблема детей. Вот где ты проводишь эту линию? Когда ты принимаешь решение забрать ребенка из семьи? Может ли государство сегодня дать лучше, нежели настоящая семья? Все статисты говорят, что нет. Да, есть случаи, когда оправдано вот это решение, что ребенка нужно забирать. Но забрать ребенка по всякому пустяку, извините, это приводит, наоборот, к травме этих детей, к травме родителей и так далее. И вот этот доклад, я представляю, если он будет принят, то вот эта резолюция, если будет принята, то, собственно говоря, страны, все страны, которые входят или являются членами Совета Европы, они должны будут исходить из одного важного принципа. Когда мы говорим «самое лучшее для детей», то самое лучшее для детей – находиться в той семье, где он родился. Понимаете, в чем дело? Потом вот это опять такой конкретный пример, как в этой борьбе я могу отстаивать определенные ценности, в которые я верю, я считаю, что это хорошо для наших детей, для наших семей. Понятно. Давайте вернемся в Молдову. Вы сказали, что в Румынии, в Польше есть сейчас большие вопросы с юстицией. У нас эти вопросы, я не могу сказать, что есть сейчас. Они у нас какие-то перманентные. Как только они мониторинги, так у нас постоянно первый пункт – реформа юстиции. Вы же знаете, самая большая задолженность по реформе юстиции. Мы можем 150 законов принять, но они не работают. У нас все замирает либо на политических интересах, либо на человеческом факторе, либо на коррупции. Вот как вы, будучи вице-спекером, представителем одной из парламентных групп, вы являетесь представителем ПАСЭ, как вы видите решение этого вопроса? Что необходимо сделать в нашей стране, чтобы все принятые законы, в том числе хорошие законы по юстиции, наконец-то стали работать. Мы же не можем уволить всех 500 судей, которые у нас есть, привезти с Марса других 500 судей, и они наконец-то будут честны. Хотя иногда такие мысли приходят, что стоило бы всех уволить, и судей, и прокуроров, и привезти каких-то из другой стороны тех, которые… Может, сама система предполагает? Я не верю, что все, кто приходят в систему, приходят изначально коррумпированными. Может, сама система так построена, что… Ну, мне кажется, опять, когда мы говорим о коррупции, все-таки этот феномен, он тоже непростой феномен. Он связан с нашим менталитетом, связан с тем, как мы понимаем вообще понятие верховенства, права. В наших странах во многом люди исходят из того, что можно договориться и так далее. То есть у нас нет этого западного мышления. Для того, чтобы прийти к этому, тоже понадобятся годы и так далее. С одной стороны, да, я сожалею о том, что не все законы, многие хорошие законы, они не воплощаются в жизнь так, как оно должно быть. С другой стороны, я все-таки остаюсь оптимистом, что время и вот это давление со стороны общества, в том числе со стороны наших партнеров, оно приведет, то есть даст свои результаты. определенные сдвиги будут, они уже есть. Хотелось бы, конечно, чтобы это произошло быстрее, но мне кажется, в этом нужно как бы такое осознание чуть ли не каждого гражданина страны, чтобы ты понимал, что от тебя тоже это зависит. Мне кажется, иногда мы исходим из того, что вот мы их выбрали, пусть они там все решат. Немножко оно не так. Вот на Западе индивидуальный подход, которого у нас нету, он дает свои результаты. Человек понимает, что есть его личная ответственность. Например, как евангельский христианин, я всегда исходил из того, что моя связь с Богом должна быть личной связью с Богом. Я отвечаю непосредственно перед Богом за свои действия, за свои там решения. Поэтому вот, когда мы придем и к этому пониманию, мне кажется, нам удастся достичь более такой видимый прогресс. Иначе мы вот как-то так такое впечатление, что чуть-чуть топчемся на месте. Так мы все двигаемся, двигаемся, а особых результатов-то мы не видим. Бег на месте общепримиряющий, как было в высоте. Да, да, как раньше было. Поэтому, я еще раз говорю, с одной стороны, не могу не согласиться с вашей критикой, с другой стороны, я просто не вижу другого выгода. Нам все равно нужно двигаться в этом направлении. И когда я так говорю, мы, я имею в виду и политический класс, и те, которые сегодня представляют наши правовые инстанции, то есть это судьи, прокуроры, а также каждый гражданин нашей страны. Только вместе мы сможем осилить вот эту борьбу с тем, что мы называем коррупцией сегодня. Господин Гилинский, для того, чтобы осилить борьбу с коррупцией, нам даже далеко ходить не надо. Нам достаточно взять налоговые декларации о доходах наших государственных служащих, наших судей, прокуроров, депутатов многих, и посмотреть, сколько они заработали, и сколько имущества у них имеется, и как у них несовершеннолетние дети зарабатывают больше, чем у некоторых совершеннолетних граждан этой страны. То есть это довольно просто все проверяется. Мне кажется, лед тронулся в этом направлении. У нас вот это новое агентство по... Не подкупности? Нет, нет, агентство, которое она должна изучать декларацию всех госчиновников, она начнет работать, и все эти декларации будут подвергаться, я думаю, тщательному, скажем так, анализу, чтобы выявить вот те элементы, о которых вы говорите. А где гарантия, что не будет, как у нас обычно, что все равны, но кто-то ровнее? Ну, особых гарантий не могу привести, но дело в том, что есть другой фактор, а именно тот, что все декларации, они на виду. То есть декларации, они не, скажем так, под грифом «секретно». Вы можете сегодня же в 2 секунды нажать кнопку и видеть декларацию господина Гилецкого, поэтому в этом случае нет никаких проблем. Я, наоборот, поднял другую проблему, потому что то, что вы говорите, может быть, я субъективен, конечно, но возникает и другая реальность. Один портал, не буду называть какой именно, они взяли и провели анализ декларации, а я их спросил, вот, а почему вы выбрали вот только эти лица? Они говорят, ну, мы сами решили, чьи декларации анализировать, и чьи не анализировать. Я говорю, что создается такое впечатление, что вы тоже выборочно проводите анализы этих деклараций, потому что, если лицо, оно более видимое в государстве, то обязательно все прожектора в ту сторону направляются. А у нас все отвечают, собственно говоря, будь ты мэр города какого-то или мэр села, или ты являешься премьер-министром или депутатом, у всех такая же обязанность, чтобы декларировать свои доходы, чтобы люди могли видеть, какие у тебя доходы есть, понимаете, в чем я верю. Поэтому с этой точки зрения, мне кажется, там ничего такого тайного нет, все на виду. Есть давление со стороны общества, агентство начнет работать, есть средства массовой информации, которые тоже могут дополнительное давление поставить на это агентство. На которых тоже осуществляется дополнительное давление. Ну, вы уже сами знаете, если на вас осуществляется или не осуществляется давление, я же не могу за вас отвечать. Мы говорим о том, что есть определенные механизмы, которые в государстве приняты, для того, чтобы проверить декларации о доходах. Но опять, вы знаете как, опять, рискуя тем, что могу быть субъективным, в обществе создается такой стереотип. А именно, что вот те, которые находятся в парламенте, в правительстве, там, они все воруют. Но забываем о том, что, собственно говоря, каждый гражданин, каждый гражданин нашей страны, который не уплатил налог, он ничем не отличается от того госчиновника. И здесь, мне кажется, мы это упускаем. И опять возвращаюсь к тому, что... То есть, по-моему, отличается суммой. Суммой, но опять, если сам подход такой. Для меня очень важно, чтобы каждый осознавал ответственность. Потому что, когда приходят и говорят, а, подумаешь, я там скрыл, не знаю, какую-то сумму. Ну, я понимаю, что где-то это кому-то так звучит, но неправильный подход. Вот, на Западе такого подхода просто нет. Например, в той же Америке, у них вообще нет декларации госчиновников. В Америке очень важно, и для них они это как бы с малых лет учат, чтобы перед налоговой инспекцией ты был корректен. Заработал там, не знаю, 10 долларов, пожалуйста, плати налог с 10 долларов. Потом в Америке самый большой скандал, когда ты не уплатил свои налоги. Люди не смотрят, что кто-то там богаче, кто-то беднее, понимаете, как... И очень большие сроки наказания. Да, очень жестко. Вот когда, и особенно, если ты политический, скажем, деятель, если у тебя проблемы с налоговой инспекцией, и ты не заплатил, извините, это огромнейший скандал. И здесь, мне кажется, опять, если мы хотим, чтобы в стране были пенсии хорошие, зарплаты для госработников и так далее, то все нужно исходить из того, что давайте все мы честно выполним перед законом свои налоговые обязательства. Раз вы приводите в Кривьеру Америку, давайте сравним положение в Соединенных Штатах, как они сами себя называют, налогоплательщиков, они же так себя называют. Мы налогоплательщики, мы имеем право требовать у государства. И положение наших бизнесменов, которые, казалось бы, приносят деньги в бюджет своей работой, и при этом у них практически каждый месяц они переживают, какая проверка к ним придет на этот раз, потому что недобор в бюджете. Если они, если у них статус налогоплательщиков, если они приносят деньги, неужели государство не должно относиться к ним с уважением? Должно. Тогда когда это будет? Каждое новое правительство, которое приходит, первое, что делает, заявляет о том, что мы уменьшим количество проверок. Этого хватает на 3 месяца, максимум на 6 месяцев. И начинается, потому что дыра в бюджете. Ну, количество проверок все равно уменьшилось. Уменьшилось количество органов, которые проверяют наших бизнесменов. Поэтому определенные сдвиги есть. Я думаю, что можно и нужно больше сделать. Нужно больше тоже играть на доверие. Однако доверие, оно имеет, скажем так, это монета с... Конечно. Она предполагает неотвестность. Да, и ответственность. Предполагает неотвестность. Потому что в момент, когда, скажем так, государство или государственный институт, они оказывают доверие какому-то бизнесмену, то и тот бизнесмен, он тоже должен понимать, что если ему оказали это доверие, он не будет злоупотреблять этим доверием. Он честно, добросовестно выполнит свои обязательства перед государством. Поэтому я еще раз говорю, определенные сдвиги есть. Уменьшилось количество органов, которые занимаются проверкой. Уменьшилось количество проверок. Хотелось бы, чтобы меньше беспокоить людей в бизнесе, чтобы у них были четкие правила, и чтобы они знали, вот эти правила мы должны соблюдать, и если мы их соблюдаем, никто нам не мешает в нашей деятельности. Я всегда поддерживал именно вот такой подход, чтобы, как мы говорим по-английски, если это выражение, doing business, чтобы Молдова была на хорошем месте. Понимаете, как иначе без этого мы не сможем привлечь инвестиции. С другой стороны, иногда говоришь с министром финансов, и понимаешь, даже вот недавно, когда премьер-министр был в парламенте, отчитывался, когда на тебя большое, огромное давление. Ты прекрасно понимаешь, что в конце месяца тебе нужно заплатить пенсии, нужно заплатить зарплату, нужно очень много таких, скажем так, расходов покрыть, думаешь, откуда деньги брать. И я думаю, могу, как бы сказать, слово хорошее сказать об этом правительстве. С другой стороны, жаль, что мы не смогли получить эту внешнюю финансовую поддержку еще, но с другой стороны, это правительство без этой поддержки, оно справилось до сих пор. Не было никаких задержек ни с пенсиями, ни с зарплатами, и так далее. Если бы не было такого немножко жесткого контроля по поводу налоговой политики, то этих прибыли в бюджет и не было. Основной жесткий контроль был по поводу, насколько я помню, таможни. Таможня один из органов. Она дала самые большие, самые хорошие результаты. Таможня один из органов контроля выправляется, что да. Господин Глебский, насколько я знаю, вы принимаете участие в группе по работе над финансированием политических партий в Европе, мы говорили об этом. Закон на финансировании политических партий в Молдове себя оправдал, вот он принимался для того, чтобы было прозрачное финансирование политических партий. На сегодняшний день, как вы думаете, оправдывает ли себя этот закон, потому что мы же бюджетные деньги тратим вместо того, чтобы повысить зарплаты, мы их оплачиваем политическим партиям. Это раз. И второй момент, а есть же партии по отчетам чека, которые, цика по-русски, которые так и не воспользовались этими деньгами, так может быть и не нужны им эти деньги? Может быть, есть каким-то образом другим их перенаправить? Ну, это решение было принято, исходя из того, чтобы политические партии меньше зависели от каких-то доноров. Иногда эти доноры преследуют, может быть, не совсем прозрачные цели. Я лично думаю, что сам закон о финансировании политических партий из госбюджета, он хороший. Если какая-то политическая партия отказалась использовать эти финансы, ну что ж, это ее право, но в принципе финансирование через госбюджет это хороший подход, как раз, когда мы говорим о коррупции. Потому что тогда, когда ты даешь финансирование, ты имеешь и право спрашивать у той же партии, как она потратила эти деньги, как она потратила или каким образом формируется бюджет у той партии. Что касается вот этого визита, который должен состояться в Германии, и в состав делегации входят и депутаты парламента, и члены ЦИКа, и члены непарламентских партий, платформы, да, партии Май, Санду, и члены неправительственных организаций, институт Ви, Тору, эксперт-группы и так далее, заключается в том, что Венецианская комиссия высказалась, когда мы поменяли электоральный код по поводу финансирования извне, и изнутри какие должны быть скажем так ограничения, что касается поддержки на личном виде, что касается поддержки переводом, потому что хотелось бы опять, чтобы было больше прозрачности в вопросе финансирования политических партий. Но один из вопросов, который остается еще не разрешен, вот можно ли открыть дверь для того, чтобы финансировать партию извне? Сможет ли наше государство проверить эти финансовые потоки, которые перейдут? Потому что у нас очень много граждан, которые находятся за пределами страны. И, например, партия, которая руководит Майя Санду, они давно подняли этот вопрос, они считают, что у них очень много симпатизантов, много людей, которые готовы были поддержать финансовую партию из-за рубежа, но нет такого механизма. И, опять, в результате этого визита мы посмотрим, как в Германии, каким образом в Германии, вот в такой стране с хорошими традициями, происходит финансирование политических партий. Только изнутри, можно извне, какие рычаги, чтобы открывая какую-то дверь, чтобы никто не злоупотреблял этим механизмом и так далее. Поэтому есть определенные вопросы, когда мы говорим о финансировании политических партий, он не касается настолько того, что государство финансирует, а касается того, когда уже частные лица финансируют, когда какие-то компании, юридические лица финансируют. И вот это финансирование из-за границы, вот эти вопросы, они еще, скажем, до конца не совсем урегулированы, и их нужно более глубоко изучить. Пока нам успешно удалось только вывести финансы из страны. обратно у нас хуже получается. Сейчас мы с вами перерываемся на рекламу и вернемся в студию уже через несколько минут. Оставайтесь с нами, реклама прилетит незаметно. Мы вернулись в студию после рекламы. Напоминаю, что сегодня гость нашей студии и вице-спикер парламента Республики Модов Валерий Грецкий. А почему у нас парламент собирается так редко в последнее время? Я помню, когда-то было законом, что понедельник депутаты работали в районах, во вторник в среду работали в комиссии, в среду было постоянно бюро, в четверг, пятница пленарные заседания. А сейчас даже не каждую неделю пленарные заседания у нас. Нечего принимать, нет законов на рассмотрение. и в понедельник, то есть понедельник остался понедельником, во вторник политические группы и фракции обсуждают повестку дня о посредном, комиссии собираются без всяких изменений. Что касается пленарных заседаний, у нас в последнее время чаще всего один день в неделю, а не два дня. повестка дня не так загружена, и когда постоянное бюро принимает повестку дня, то как правило, потому что будучи членом бюро, могу это подтвердить. Даже оппозиция, она, если смотрит на повестку дня, говорит, чем мы два дня, скажем так, проведем пленарные заседания, если можем за один день эту повестку дня обсудить, давайте за один день, а другой день мы сможем опять использовать для встречи с избирателями, решать другие проблемы, которые стоят перед депутатами. Я думаю, что по мере того, как мы приближаемся уже к концу сессии, будут пленарные заседания и в четверг, и в пятницу. Это такая, может быть, не совсем хорошая, но это часть практики. Да, это часть практики, что все равно правительство немножко отстает с законопроектом, и я обратил внимание, что даже на прошлой неделе очень много законопроектов было зарегистрировано, в том числе со стороны депутатов. И депутаты из большинства, депутаты с оппозицией. И это говорит о том, что наша повестка дня в конце сессии, она будет довольно загружена. А вот злые языки говорят, что парламент в последнее время реже собирается, потому что у парламентского большинства нет своего стабильного большинства, когда некоторые депутаты находятся за границами в командировках. В рот? И такой фактор тоже есть, но нам не в каждую неделю, не в каждый день нужно принимать закон в двух чтениях. Подход можно разделить, для того, чтобы принимать законопроекты в первом чтении, достаточно простого большинства, а простое большинство практически всегда есть. А если говорить уже 51 и более, действительно, не всегда дата есть, но, опять повторяю, не в каждую неделю нам нужно принимать закон во втором чтении. Закон во втором чтении, это опять была практика любого парламента, я скажу, что я же опять много путешествую, когда есть закон, то и в Украине, и в других странах, они прекрасно понимают, что в этот день есть очень важные законы, депутаты должны быть дома, и обеспечить необходимое количество голосов, чтобы все эти законы во втором чтении были проголосованы. Не надо забывать, что у нас есть и два законопроекта, или даже три уже по изменению Конституции, и их тоже нужно хорошо запланировать, чтобы, по крайней мере, обеспечить то конституционное большинство, если мы хотим, чтобы эти законы были проголосованы в парламенте. Это всегда сходится к внутренней организации парламента, спикер, он тоже смотрит за этими поездками и так далее, чтобы вот в те дни, когда нужно то ли 51, или когда нужно будет конституционное большинство, чтобы все депутаты были на месте, чтобы эти законы можно было утвердить. Господин Гилинский, вот вы проводили по другим вопросам, например, Соединенные Штаты Америки, но вот есть такая пресловутая идея о том, что Соединенные Штаты живут пока в Конституции, которой сколько лет? Ну, 200 с чем-то. А мы за свои последние 27 лет все пытаемся менять ее и менять, и менять. Что нас не устраивает в этой Конституции? Может быть, проблема не в ней, может, проблема в людях в качестве кадров? Ну, можно и так подойти. Дело в том, что Конституция Соединенных Штатов в Америке и европейский Конституции или, скажем, подход, он разный, понимаете, как для Соединенных Штатов в Америке, вот принятая Конституция, она является тем, скажем так, святым элементом, что они не хотят дотрагиваться, в том числе, когда мы говорим об выборах президента, хотя на каждый, каждый год, даже до последних выборов, когда Трамп выиграл, благодаря поддержке вот этих, электоров, или как правильно их по-русски называть, выборщики, но он проиграл по поводу прямого голосования, однако это в Конституции, и говорят, и я их спрашиваю, а почему вы не меняете, потому что у них есть какое-то даже такое суеверие, они думают, что если они хоть какое-то изменение в Конституции сделают, то-то потом это будет, как бы так, они откроют дверь и пойдут уже одна поправка за другой, и они вот предпочитают ничего не менять, хотя используют, и с моей точки зрения не совсем хорошо, я это наблюдаю и в нашей стране, в частности, и наблюдаю и в других европейских странах, когда конституционные суды или Верховный суд в Америке, они дают толкование, и вот это толкование является уже частью Конституции, я бы всегда предпочел, чтобы мы обсуждали эти изменения, потому что законодательный орган это парламент или в Америке Конгресс, но не Конституционный суд, не Верховный суд, многие опять пошли, потому что в Америке, как раз Америка, как-то была до беседы с господином Александром Танаси, и он отметил этот фактор, как раз Америка, и является, как бы, она впервые создала прецедент, что Верховный суд может толковать Конституцию, и это толкование становится частью Конституции, что на грани того, вот может ли Конституционный суд или Верховный суд заниматься законотворчеством, и опять, и вот они пошли по такому пути, у них, если есть какие-то проблемы с Конституцией, они решаются через Верховный суд, у заканывания о напорных браков, например, понимаете, как это произошло через Верховный суд США, они таким образом решили эту проблему. Насколько я помню, все-таки в Соединенных Штатах есть прецедентное право, а у нас немножко другая система правовая, поэтому путем создания прецедентов значит менять полностью всю нашу правовую систему. Я, конечно, не юрист, но так я понимаю. но опять, у нас Конституционный суд тоже создал уже несколько прецедентов, поэтому давайте... Об этом я вам и говорю, что мы пошли по какому-то пути изменения нашей юридической системы сверху вниз, а не на обороте. так, опять возвращаясь к тому, а не лучше ли, чтобы мы меняли Конституцию, чтобы мы имели вот это Конституционное большинство. Почему? Потому что в нашей Конституции, будучей европейской Конституции, у нас есть механизм пересмотра Конституции, или механизм изменения Конституции. Я даже не уверен, что в Америке есть механизм изменения Конституции. Может быть, он есть, я не буду сейчас утверждать, чтобы не ошибаться. Но в нашей Конституции есть механизм, как можно какое-то изменение сделать. И статьи в Конституции говорят очень четко, что нужно две трети, нужно шесть месяцев, чтобы это было положительное заключение Конституционного суда, то есть определенные условия для того, чтобы парламент мог провести какие-то изменения в Конституции. А не лукавится ли вы сейчас, господин вице-спикер, сравнивает с той же самой Америкой, почему там не меняют Конституцию, не только из большого уважения, а из того, что когда она писалась, сразу речь шла о создании единой гражданской американской нации. А у нас мы никак не можем договориться здесь. Я понимаю, о чем вы говорите. Дело в том, что действительно, когда Конституцию Соединенных Штатов в Америке принимали, они ее очень долго обсуждали, они исходили из того национального консенсуса, чтобы утвердить Конституцию, которая обеспечит им, скажем так, на века, единство наций и будущее, хорошее будущее для американского народа и так далее. Я с вами здесь полностью согласен, потому что здесь никакого лукавства нет. Просто мы исходим из других реалий. Как мы принимали нашу Конституцию. Кстати, Конституцию, когда мы принимали, у нас даже референдума не было, понимаете, как мы исходили опять из каких-то таких политических реалий, которые были. И та же пресловутая 13-я статья по поводу того, как называется наш язык, румынский или молдавский, до сих пор является объектом спора. А ведь когда ее утверждали, надо было тогда разрешить и прийти к какому-то консенсусу. А мы оставили эту мину замедленного действия, вот и постоянно об этом говорим. Мы в других реалиях, скажем, принимали эту Конституцию, другое содержание было этой Конституции. И приходится очень часто к ней возвращаться, обсуждать ее. Я так думаю, что за 200 лиц Соединенных Штатов тоже очень много чего изменилось, если честно. Вопрос только в том, как мы относимся к себе как государству, к своим гражданам, как гражданам этой страны. И когда наши политики не будут выигрывать на разделение граждан. Опять же, посмотрите. В Конституции очень часто здесь споры идут, что написать, что не написать. Конституция Соединенных Штатов Америки, она более ограничена в том плане, что ты пишешь определенные основополагающие принципы развития государства, а потом это оставляешь за Конгрессом, законотворчеством, чтобы они дальше развивали вот эту идею. А когда ты все пишешь, а потом ставишь сам себе какие-то препоны, приходится потом возвращаться, пересмотреть, потому что ты не можешь дальше двигаться, если это там является уже предметом конституционного права. Вы говорили, мы с вами раньше говорили о том, что Молдова должна идти по европейскому пути развития. А взаимоотношения с Российской Федерацией Республики Молдова какие должны быть? Хорошие. Просто хорошие? Ну, должны быть, скажем так, как мы говорим, на взаимовыгодных условиях должны строиться эти отношения на уважительных условиях. Мы должны уважать Российскую Федерацию. Российская Федерация должна уважать наши национальные интересы, соглашаться с тем, что если страна решила идти путем евроинтеграции, принимать это, не мешать развитию нашей страны. И исходить опять из того, что выгодно в экономической сфере, в социальной сфере, в культурной сфере, чтобы наши отношения развивались плодотворно и успешно. Поэтому я всегда ратовал за хорошие отношения с Российской Федерацией. Однако приходится исходить из тех реалий, которые у нас сегодня есть. Не всегда удается договариваться, чтобы у нас были хорошие, взаимоуважающие отношения с Российской Федерацией. А почему нам не удается договариваться? Мы не хотим договариваться? Ну, опять, я рискую быть субъективным. Дело в том, что у Российской Федерации есть свои интересы в регионе. Не всегда интерес Российской Федерации в регионе совпадает с нашими национальными интересами. Мы можем говорить и о нашем евроинтеграции, мы можем говорить и о решении Приднестровской проблемы, потому что здесь тоже многое накопилось, а ВОЗ и ныне там, и нам никак не удается сдвинуть с мертвой точки этот ВОЗ. Хотя Российская Федерация с политической точки зрения всегда делает декларации, говоря о том, что мы признаем территориальную целостность Молдовы, мы признаем независимость Молдовы и так далее. Но дальше этого не идут. У нас до сих пор на нашей территории есть войска Российской Федерации, которые должны были быть вывезены с нашей территории. Мы нейтральное государство. Мы должны были давно уже приступить к обсуждению политического статуса Приднестровья в составе Республики Молдова и так далее. Российская Федерация, к сожалению, в этом направлении особенно нам не помогает. Или не помогает разрешение этих проблем, потому что у них есть другие интересы в регионе. А мы сейчас готовы к решению этих проблем? Хотя бы экономически мы готовы. Представьте себе, что через неделю Российская Федерация говорит, окей, мы выводим свои войска. Дальше что? Мы готовы объединения территории? Ну, я думаю, что в принципе мы открыты к этому. И мы готовы обсудить всю палитру проблем, которые есть в отношении с Приднестровьем. Мы же это уже подтвердили даже на последних, когда многие нас обвинили. И, скажем так, я тоже немножко скептически смотрел на то, что наша правительство решило дать им номера для их машин, признавать их дипломы. Там еще какая-то мера была принята. И создалось впечатление, что мы только пошли навстречу Приднестровью, а сами, собственно говоря, что мы из этого получили. Поэтому вот эти шаги как раз говорят о том, что наше правительство готово сделать определенные уступки для того, чтобы реинтегрировать страну. И экономически, и административно, и политически. Но, в принципе, плана как такового до сих пор нет. Мы 25 лет говорим об реинтеграции, но, в принципе, пошагового плана, как мы это видим, у нас до сих пор нет. Ну, как бы сказать. В принципе, он существует, но его нельзя воплотить. Вспомните даже тот закон, который был принят парламентом, если я не ошибаюсь, в 2005 году, когда он единогласно чуть ли не был. Предоставление особого состава. Да, предоставление. Поэтому были предприняты определенные шаги. Однако меморандум Козыка, он, собственно говоря, все сорвал. Потому что, опять, Российская Федерация увидела решение проблему через федерализацию. Для нас такой путь неприемлем. Поэтому, видите, как... А Козыка разве не в 2003-м был? Ну, я сейчас... А уже после этого, в 2005-м, принимали закон? Да, да, да. Там было все непросто. Ну, я уже сейчас не могу точно вспомнить хронологию, но мы говорим о том, что наш парламент увидел вот таким образом решение проблемы. А Российская Федерация пришла с другим предложением. Через федерализацию решить проблему Приднестровья. Как так получается? Мы делаем ставку на взаимоотношения с Европейским Союзом. Мы делаем ставку на отдельное взаимоотношение с Соединёнными Штатами Америки. А вот президент Соединённых Штатов Америки пытается построить, выстроить опять нормальные взаимоотношения с Российской Федерацией. Я же только что говорил, что нормальные взаимоотношения с Российской Федерацией. И получается, что... Ну, у нас не получается нормальные взаимоотношения. Ну, посмотрим. Если у господина Трампа получится потом, это тоже ещё вопрос, понимаете, как. Господин Трамп, он умелый политик, он может делать заявления. И эти заявления, скажем так, имеют под собой определённые основания. Однако до воплощения этих деклараций ещё далеко. Поэтому мы ещё не знаем, чем это закончится. Вот это предложение господина Трампа, чтобы пригласить Россию сделать G8 вместо G7. G7, то оно время покажет, если это получится или не получится. У нас будут непростые... И сейчас, кстати, идут очень много разговоров в Совете Европы. Благодарю того, чтобы вернуть или не вернуть российскую делегацию в составе Парламентской Ассамблеи Совета Европы. В январе месяце нам придётся эту проблему решать. А сейчас идут очень много, скажем так, переговоров, много идей там. И здесь нам тоже нужно найти правильное решение. А как поступить с тем, что Россия забрала Крым незаконно? Как поступить с тем, что на Востоке Украины ещё там взрываются снаряды и так далее? Как вот с этим поступить? И на эти непростые вопросы пока ответов нет. Хотелось бы, с одной стороны, чтобы Россия полноправно была членом Парламентской Ассамблеи Совета Европы. Было бы неплохо, как говорит господин Трамп, чтобы Россия была полноправным членом группы G8. Однако для этого нужны и определённые шаги со стороны России. Вот это заявление господина Трампа, если Россия ничего не будет делать в этом направлении, я не думаю, что оно станет реалием. – Когда парламент примет решение отдать следующих парламентских выборов? – Я думаю, в ближайшее время. Скорее всего, до конца месяца решение должно быть принято. – До конца этого месяца? – До конца июня, да. Может быть, в начале июля, но понятно, что в этой сессии это решение должно быть принято. Я думаю, что до конца июня. Но опять, ещё нет в повестке дня этого вопроса, поэтому не могу назвать конкретную дату, когда дату парламентских выборов будем утверждать. Но это скоро. – Вы в выборах пойдёте по одномандатному округу или по партийным спискам Европейской народной партии? – Я пока ещё так молюсь и, скажем так, анализирую ситуацию. Окончательное решение не принимал. Закон позволяет идти и по одномандатному, и по спискам. Я так сейчас больше смотрю, по крайней мере, по поводу одномандатного округа. Потому что даже если и пойду по партийному списку, что не исключено, я думаю, что буду идти и по какому-то одномандатному округу. Поэтому, скажем так, в ближайшее время или к осени я приму уже окончательное решение, о чём заявлю. – Как Вы относитесь к заявлению Майя Санда о том, что смешанная электоральная система сейчас даёт преференции основной партии социалистов, которая может получить чуть ли не конституционное большинство? – Ну, в Кишинёве, да, действительно, если смотреть на то, что произошло в Кишинёве, это так. На первый взгляд, Майя Санду права. Если бы выборы состоялись в одном туре, то большинство мест были бы выиграны социалистами. Однако есть и другая сторона, о которой госпожа Майя Санду не говорит. – Если бы в первом туре удалось бы объединиться вокруг одного кандидата, то ситуация была бы другой. Скажем так, почему мы смотрим на результаты первого тура? То есть мы исходим из того, что мы не договоримся. А я всегда говорил, а почему нам нужно два тура, чтобы договариваться? Мы что, не можем в первом туре уже договориться? Если в первом туре, даже в тех же условиях электорального кода, с одним туром, были бы кандидаты, которые бы поддержали все проевропейские силы, то проблемы никаких бы не было. Скажем, было бы семь Андрея Настась в первом туре, то он бы победил, как победили и во втором туре. Поэтому, собственно говоря, не нужно смотреть на то, что ты только таким образом можешь победить. Есть инициатива в парламенте, фракция ЛДП, вышла с инициативой, чтобы выборы состоялись в двух турах, не в одном. Мы в свое время как бы эту идею поддерживали. Однако, та же Майя Санду и Андрея Настась и ЛДП, они ушли со стола переговоров. Надо было оставаться, делать общий фронт и сказать, слушайте, ребят, мы скажем и Венецианской комиссии, мы скажем нашим западным партнерам, что мы поддерживаем это изменение, тем более, что в программе ЛДП была смешанная система. Но у нас есть определенные условия. Занижаем порог, два тура, финансирование партии, и тогда ты можешь чего-то добиться. А когда ты хлопнул дверью и ушел, а потом вспомнили, говоришь, а вот мы, смотрите, что произошло. А мне, скажем так, понятно, что мой вопрос могут неправильно толковать, но если бы вы были, скажем так, независимы наблюдателями, вы могли бы спросить Майя Санду, а если бы результат в Кишине показал бы, что вы взяли бы 7 или 8 мандатов из тех 11, вы как бы поступили, предложили бы второй тур или не предложили? Спросите ее, вот как бы она поступила в том случае, да. Если бы результат показал, что в первом туре она берет 8 мандатов. Господин Глебский, я вам напомню, что до того, как вышла Майя Санду с этим предложением, после кишиневских уже выборов, до этого неоднократно, когда обсуждали, еще до принятия этого закона, когда это был еще только законопроект обезменения, очень многие политические аналитики говорили о том, что идея одного тура благоприятствует именно партии социалистов, у которой по первому туру всегда был, ну не всегда, но в последнее время был наиболее высокий результат. До нее это говорило довольно большое количество аналитиков, но все равно приняли закон с одним туром. Сейчас имеет смысл, посмотрев на то, что произошло в Кишнею и Бельцах, вы будете поддерживать идею ведения второго тура или нет? Мы не обсуждали эту идею. Я не исключаю, что мы поддержим эту инициативу, но просто опять я исхожу, если правильно прийти с этой инициативой, когда до выборов осталось несколько месяцев, учитывая то, что была возможность сделать общий фронт, затем круглым столом и объединиться, и тогда на основании тех же анализов, этих аналитиков и так далее, сказать, слушайте, мы готовы поддержать, чтобы Венецианская комиссия не обвинила политические силы в Молдове в отсутствии консенсуса. Мы обеспечим этот консенсус, но давайте выполнять одно, два, три условия. Кстати, Венецианская комиссия по поводу отсутствия второго тура, она, собственно говоря, почти ничего не сказала. Почти ничего не сказала. Потому что это не было таким принципиальным для них. Есть многие страны, где есть только один тур. Поэтому я не уверен, что то, что сегодня говорит Майя Сандо, что один тур, он дает полное преимущество социалистам. Я еще раз повторяю, если те же проевропейские силы, которые хотят заручиться поддержкой в следующем парламенте, они проведут переговоры до выборов и скажут, послушайте, ребят, в этом округе у нас есть кандидат X, он имеет больше всего шансов. Зачем вам запускать своего кандидата, чтобы мы там друг с другом боролись и теряли? Давайте мы его сразу поддержим, как я говорю, условно, как мы поддержали Андрея Анастасия, давайте мы его поддержим, и тогда мы обеспечим победу в этом округе нашему кандидату. Глядя на список количества партий в нашей стране, мне кажется, эта логика здесь не очень работает. Потому что понятно, что здесь минимальное количество партий имеет возможность пройти в парламент. Мы говорим о тех партиях, которые сегодня имеют большую поддержку со стороны электората. Потому что если смотреть на весь список партий, даже если со стороны тех партий кто-то пойдет, он возьмет 0, не знаю, какого-то процента. Это не является значительным. Мне кажется, мы говорим о тех партиях, которые сегодня, они весомы, когда мы говорим о поддержке со стороны электората и так далее. Они должны договориться. Вот если они найдут между собой какой-то общий знаменатель, то тогда это будет проще. Вы сейчас говорите, что должны договориться, должны договориться эти партии. Господин посол США в Молдове, господин аппетит, говорит, что он практически не сомневается, что у нас будет после выборов проевропейская коалиция. Есть какие-то основания? Вы уже все-таки по каким-то вопросам договорились? Нет, ну, он, скорее всего, сделал это утверждение, исходя из того, что, если смотреть, есть три блока политических сил. Есть те провосточные, социалисты, которые они представляют. Есть те, которые не находятся сегодня в парламенте. Майя Санду, Андрей Настась. Есть проевропейские силы, которые находятся в парламенте. И, собственно говоря, все эти три блока, они будут представлены, думаю, в следующем парламенте. Самая большая задача, которую я сегодня вижу, и неоднократно об этом говорил, чтобы те внепарламентские проевропейские силы могли договориться с парламентскими проевропейскими силами. На сегодня настолько ситуация сложная и напряженная, почти все мосты взорваны. А придется после выборов сесть и как-то договориться. Вот если простой расклад. С кем легче Майя Санду, Андрея Настасье договариваться? С Игорем Дадоном? С Демпартией? С Юрием Лянко? С кем? Потому что опять мы должны исходить из того, что мы зрелые политики. Понимаете, в чем дело? Вы забыли, что там еще есть наша партия, возглавляемая Ренатом Усатом, у которого, как минимум, по одномандатным округам тоже не получая шанс. Да, скажем так. Я слышал его заявление, и всегда мне очень интересно слушать господина Усатова. Он... Харизматичный политик. Ну, популист, скажем так. Просто у нас вот этот популизм сегодня в моде, и не только в нашей стране. Очень многие люди дают предпочтение популистам. И господин Усатый, он сумел как бы вот так получиться или заручиться определенной поддержкой со стороны электората благодаря своим таким популистским заявлениям, взглядам и так далее. Даже я его слушал одно заявление. Он говорит, что вот если он придет, он обязательно заявит, чтобы госпожа Ковиси, и она возглавила прокуратуру антикоррупции. Вот мне интересно. Вот он в Москве... А что он не предлагает для Москвы никаких таких решений? Где его слово по поводу убийства Немцова, по поводу ареста Навального и так далее? А по поводу там Румынии он там сравнивает там Драгню с кем-то и так далее. Интересные такие заявления? Ну, я понимаю. Но это опять... Надо и людям глаза открывать на это. Потому что с одной стороны опять сидя там в Москве и делать такие заявления. А ты предложи в Москве, чтобы тоже были такие же меры приняты, которые ты собираешься в Молдове применять. Или по отношению, что он Конгресс следующий в Румынии сделает. Что там пять тысяч человек собирается там через границу пройти, как Саакашвили и так далее. Ну что же, еще раз говорю. Понятно, что борьба с популизмом. Есть и многие резолюции Совета Европы на эту тему. Или некоторые резолюции есть. У нас в парламенте тоже достаточно количество таких заявлений. Вот, к примеру, господин спикер парламента Господин Канду говорил о том, что у нас будет вице-спикер от оппозиции. Но у нас сейчас есть спикеры, два вице-спикера от парламентского большинства. А от оппозиции у нас нет вице-спикера. А оппозиция не хочет выдвинуть. Проблема в том, что она не хочет выдвинуть. У нас, к сожалению, смотрите, у нас уже две комиссии есть в парламенте. Комиссия регионального развития, местного управления. У нас вице-председатель, потому что компартия отказалась выдвинуть кандидата, чтобы возглавить эту комиссию. Господин Бацан подал в отставку. Он от имени либеральной партии возглавлял комиссию по безопасности. И у нас вот компартия по безопасности осталась без главы. Ну что ж, если оппозиция так хочет, ты же не можешь и навязать, чтобы она руководила комиссиями, или чтобы она выдвинула кого-то в вице-спикера. Если бы было такое выдвижение, я вас уверяю, что этот кандидат был бы утвержден согласно парламентской раскладке. А что за обстановка у вас такая, что представители оппозиционных партий в парламенте отказываются? Обычно люди дерутся за то, чтобы возглавить, чтобы именно их партия возглавила ту или иную комиссию. А у вас складывают мандаты и уходят. Нет, это не у нас, это у них. Надо спросить их. Ну, собственно говоря, господин пацан сделал заявление. Мне кажется, оно было эмоциональным. Бывают случаи, когда в комиссии могут принять решение, с которым ты не согласен. Если было принято такое решение, то стоило бы ради этого решения подать отставку. Я не уверен. Может быть, потому что приближаются парламентские выборы. Такие заявления, они могут восприниматься с политической точки зрения более такими яркими. И он может какие-то политические дивиденды на этом заработать. По-другому я не вижу, зачем ему нужно было. Он мог бы и так сделать заявление, что он не согласен с решением комиссии. Он возглавляет эту комиссию. По следующим аргументам он не согласен. И это было бы вполне нормально. Это, мне кажется, было бы гораздо лучше. А дальше он продолжал бы возглавлять комиссию. Мог бы каждый раз напомнить правительству, что... А я вам тогда сказал, что этот закон нехорош для нашего государства. Какие законопроекты, которые сейчас находятся в парламенте, вы считаете, наиболее важным принять до конца сессии? У меня сейчас нет списка всех законопроектов. Вот, которые вы помните, разработки, которые вы понимали участие. Есть определенный законопроект, который мы выдвинули по поводу экзамена бакалавариата, по поводу изменения в кодексе об образовании. Есть еще несколько законопроектов, которые мы намерены зарегистрировать в ближайшее время. Ну, а есть также те законопроекты со стороны правительства, которые пришли, и они являются частью этого процесса об осуществлении соглашения, об ассоциации с Евросоюзом, в том числе и в реформе юстиции и так далее. Они должны до конца этой сессии, должны быть рассмотрены и утверждены. Я вас благодарю, господин Гелецкий, за ваши ответы. Я тоже очень благодарен за то, что мы вновь встретились. И в пользу этих тысяч раз хотел пожелать, скажем, всем нашим гражданам обийных Божьих благословений. Мы переживаем непростой, но в то же самое время есть за что Бога благодарить. В стране мир, в стране свобода и на следующие парламентские выборы. Тот выбор, который мы сделаем, конечно, он станет, скажем, залогом дальнейшего развития нашей страны. Спасибо, конечно, но я думаю, что вы рано начинаете агитировать. Это не агитация, это такое только пожелание, это еще не агитация. Я ничего не сказал, кроме того, чтобы высказал самые добрые такие пожелания. У меня только закончился цикл местных выборов, а тут опять про выборы будем говорить. Так что, уважаемые наши зрители, впереди у нас несколько летних месяцев. Надо будет постараться все-таки от выборных циклов немножко отдохнуть, потому что у нас впереди будут парламентские выборы. После Нового года опять начнется следующий цикл местных выборов, а потом опять будем президентские приходить. И вот это будет у нас такая интересная выборная жизнь. Еще раз напоминаю, что сегодня мы говорили с спикером парламента Валерием Гелецким. Я благодарю вас за участие в этой программе. Всего хорошего. Легкой вам недели.